всем привет в очередной раз у нас тут начинается цикл лекций по питончику очередной опять таки у него есть официальное название где же она тут официальное название вот она совместная разработка приложение на python 3 и и это означает что у нас как бы три темы да значит для тех кто пришел сюда в первый раз это спецкурс кафедры айвас айсвк авто не будет автоматизации систем учредных комплексов факультета вычислите математики кибернетики московского государственного университета вот кажется он является офицер кафедральным официальным то есть учащийся кафедра обязаны воздавать все остальные совершенно не обязаны но это спецкурс по выбору является он продолжением курса который мы с вами делали в прошлом семестре вот по питончику и если в прошлом семестре разговор был собственно питончики то в этом семестре у нас разговор будет о разработке поскольку разработка титульно заявлено как совместная по всей видимости у нас будет какое-то количество разговора о собственно инструментах совместной разработки вот это одна из тем вторая тема это различные инструментарии различные инструментарии собственно прикладные на питоне вот у меня ни в коем случае нет идеи озвучить их все потому что как мы сегодня увидим их сотни тысяч вот у меня наверное есть идея рассказать про что-то в чем я более-менее немножко разобрался и выбрать вот это самое в чем я разобрался из разных областей из разных областей прикладных чтобы ну и у вас был выбор и в курсе был некоторый выбор некоторая попытка осветить различные ипостаси питона как языка разработки вот это вторая тема и в этой теме я думаю а ну хорошо и третья тема это собственно инструменты разработчика примерно такие же какие у нас были в прошлом семестре в курсе разработка под linux а именно отладка отладка так себе значит тестирование тестовое покрытие документирование интернационализация и перевод пакетирование deployment ну в общем такие обычные фазы разработки приложения для которых в питоне это свет яркий значит до которых в питоне есть собственный воркфлой и собственный инструментарий вот теперь значит поскольку я уже назвал темы третье тема первая про совместную разработку у нас по большей части практически будет заключаться в гите в работе с систем контроль версии гид и есть немалая вероятность что этой темы я буду на лекциях посвящать довольно мало времени вас потому что понятное дело ну то есть какую-то теорию буду говорить а вся 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 практика все практические упражнения у нас уедут в семинары которыми мы занимаемся очно на факультете и соответственно все остальные здесь присутствующие будут этого дела лишены вот к сожалению наверное я сейчас не готов делать какие-то большие большие теоретические материалы по именно гиту вот но тем не менее я обещаю что какие-то все базовые инструменты все темы про которые у нас речь пойдет потом на семинарах где мы на семинарах будем это обказывать естественно в лекциях прозвучат возможно даже я напрягусь и буду выкладывать некоторые упражнения или некоторые ссылки на упражнения самостоятельные чтобы вы те люди которые не участвуют семинарах тоже могли вот эту тему наследовать что касается темы инструментарий который начнется у нас буквально вот со следующего раза то тут вопрос довольно интересный потому что я в общем до конца не определился предыдущие годы у нас главным инструментарием служил графический интерфейс но смысле гуи интерфейс который называется такая интер вот у него очень много достоинств в частности он довольно хитренький его интересно изучать он подставляется прямо с питоном да вот по нему есть неплохой учебник который я на как бы не так давно спас вот с сайта автора расскажу эту историю когда подойдет время тем не менее помимо такой интера который у нас будет так сказать базовым инструментом который буду немножко рассказывать каждый раз я постараюсь рассказать про если успею про событийные программирования в кгеме вот могу не успеет но по г им такая штука, которая, если у вас зашла, вы его сами освоите. Я постараюсь рассказать про интерфейс между C и Python, как писать C-шные модули для Python, как программировать на C для Python, и вот это вот все. Там много интересного. Я постараюсь рассказать про командную строку на Python. Вот тут я недавно для себя открыл хорошую вещь на этот счет. И у меня есть два запроса от кафедры. Это обработка и визуализация данных с помощью numpy и, соответственно, как он называется, матплод-либо. И какая-то загадочная тема про обработку данных больших, которую я не до конца понимаю. Если мы договоримся с людьми, которым это нужно, то вот такая тема тоже будет. И этого более чем достаточно, потому что это план примерно на полсеместра. Со середины семестра все, кто желает получить оценку по данному спецкурсу, должны будут объединиться в микрогруппы от двух и более человек и выбрать себе семестровый проект, то есть сами себе поставить задачу и реализовать этот семестровый проект с условием, что в нем должны будут встречаться, ну, то есть он должен решать какую-то прикладную задачу, может быть, вполне себе примитивную, но в нем должны встречаться все те инструменты, в нем должен быть использован какой-то инструментарий питона, и вот, и в нем должны встречаться все эти инструменты разработки, про которые мы уже поговорим в течение этого семестра, да, то есть перевод, тестовое покрытие, документация, изготовление, как минимум, питоновского колеса, вот, то есть пакетирование, дипломет, ну, вот это вот все. Если мы успеем, мы еще попробуем немножко поговорить про взаимодействие, скажем, с такими большими площадками, как GitHub, вот, но вот это вот, я еще и так опасаюсь, что вот все, что я назвал, вот это вся это многообразие тем, это уже, ну, вот, сегодня немножко будет разговор в основном бла-бла, вот, но я думаю, что я успею еще и пальчиками чего-то показать. Давайте я погромче сделаю. Вот, значит, почему мы вообще говорим о питоне, когда говорим о разработке приложений? Ну, вот, в прошлом семестре мы говорили о C, теперь говорим о питоне. Самое важное, почему эта тема, как бы, так сказать, изучаемая, да, то есть ее можно изучить, ей можно заниматься, самое важное состоит в том, что на питоне написано огромное, неимоверное количество наработок, сравнимое с наработками там, на Java, C и вот этим всем, вот, с одной, с одним важным добавлением, не скажу различием, но добавлением, что все эти наработки, они, как правило, свободные и уж как минимум открытые, в том смысле, что их можно посмотреть. Вот, но, как правило, они свободные. Вот, в чем фишка? Фишка состоит в том, что сам питон и вся его основная начинка распространяется под свободной лицензией, под свободной лицензией питоновской. Вот, кому интересно, можете сходить, я только повторю, да, что свободная лицензия по столу, на это 4 пункта, 4 права, право использования кода, право изучения, право внесения изменений, право изучения внесения изменений, право распространения, право распространения измененных версий. Эти все права даются вам совершенно обесплатно, безо всяких ограничений, если они не вступают в противоречие с законодательством вашим уголовным, административным. Короче говоря, свободное лицензирование это ситуация, когда у вас исходный код доступен и вы можете делать с ним что угодно, в том числе доделывать, улучшать, распространять улучшенные версии. Именно это является основой бизнеса на открытом софте, потому что люди дорабатывают, реализуют свою бизнес-идею, как-то ее монетизируют, ну и в общем вот так вот валятся. Лицензия для питон является так называемой разрешительной, то есть она состоит из вот этих четырех пунктов и не включает такой традиционный для капиллефтных лицензий пункт о обязательном, обязательном, свободном, обязательном, свободном, обязательном сохранении всех пунктов лицензии при распространении производного продукта. Вот, но поскольку питон у нас язык интерпретируемый, то соблюдение каких-то запретов на исходный код питона и на исходный код программы распространения на питоне это такая вещь очень маргинальная. Вот, я встречал в своей жизни несколько раз подобного рода предъявы, но они в общем неэффективны. Но, совершенно разрешительная лицензия, то есть вы можете включать питонский состав несвободных программных продуктов совершенно легко и в этом один из смысл, один из смыслов вот его такой популярности. Но самое главное, конечно, в свободном лицензировании это возможность открытой разработки, то есть ситуации, когда над одним исходным кодом работает команда из единомышленников, которые сами собой как-то собрались в этих ваших интернетах изо всех уголков земного шара, ну вот, ну и вместе делают единое дело. Опять-таки, про инструментарий открытой разработки я могу целую лекцию прочесть, ну, в смысле не про инструментарий, про структуру. А пока просто скажу простую вещь. Смотрите, значит, принципы у нас есть примерно пять, я вижу четыре, должно быть пять, но не важно, принципы свободной открытой разработки и некоторые ее технические запросы. Принципы. Значит, главный принцип открытой разработки это произвольная мотивация. люди, которые участвуют в разработке, мы не знаем, зачем они туда пришли. Может, нам деньги за это платят, за доработку. Может быть, они хотят чемпионами мира по программированию стать. Может быть, они хотят помогать людям. Может быть, им просто по приколу заниматься, чем-то таким тусить. Может быть, они, не знаю, может быть, им самим нужна та программа, которую они дорабатывают. Не важно нам, как сообществу, совершенно не важно. Очень важно, но мы не делаем особого различия между целями, которые преследуют наши участники. Главное, чтобы им хотелось участвовать в общей разработке. Произвольная мотивация. Не только денежные, хотя и денежные тоже бывают. Низкий порог входа и, что не менее важно, низкий порог выхода. То есть, вы можете присоединиться к разработке, даже если вы не программист. Ну, например, нарисовать картинку, там, не знаю, заняться каким-то менеджментом, попинывать людей, которые, значит, просили, чтобы их попинывали, ну, чем-то таким. Да? И, если вы нашли другую работу или вам стало неинтересно, никто не будет вас тянуть за чувствительные места и говорить, ну, ты че? Ты нас бросаешь? Как ты вообще смеешь? Ну, потому что, понятное дело, в следующий раз, чтобы присоединиться к такому сообществу, которое потом, значит, никак не отпускает, люди еще 10 раз подумают. Да? Такой задачи нету. Задача очень свободно, значит, easy come, easy go. Вот. Низкий порог входа в их. И это же низкий порог входа означает, что человек, который только вступил в сообщество, вообще говоря, находится у подножия вот иерархии профессиональной людей, которые этим занимаются, потому что никто не знает до конца, на что он способен и главное, что он хочет, какой вклад в сообщество он собирается внести. Вот. Поэтому еще один принцип организации свободного сообщества, особенно в открытой разработке, это динамическая иерархия, которая зависит от твоих, ну, скажем так, профессиональных качеств и как ты их проявляешь в сообществе. Чем круче ты работаешь, чем больше вклад ты вносишь, тем больше у тебя вес, вот, и тем больше твое слово значит. Вот. Мы про это еще чуть-чуть поговорим. То есть, никто никого не назначает начальниками, никто сам не выскакивает на первое место. Вот как потопаешь, так и полопаешь. Есть люди, которые не хотят быть начальниками, не хотят заниматься, принимать ключевые решения, вот, но тем не менее очень талантливые, но они, значит, находятся на периферии. Вот. И последний важный пункт открытой разработки, поскольку у нас все в открытом доступе, исходники в открытом доступе, информационное пространство открытое, то главный способ залучить еще единомышленников и улучшить, как бы, увеличить аудиторию, это как по возможности более широкое распространение самого кода, скорее всего, под свободной лицензией, вероятность этого близка к 100%, потому что чем больше лицензионных ограничений, тем меньше шансов, что у нас этот софт разойдется по городам и весим, и мы получим еще кого-то в нашу компанию, который, значит, тоже будет вместе с нами что-то делать. Вот. Так что свободное распространение, это, в общем, условия развития открытого проекта. Теперь относительно двух технических требований. Первое техническое требование, собственно, которое, из-за которого все наши лекции сейчас, в частности, задуманы, это организация такого рода разработки должна быть распределенной и совместной. То есть предполагается участие многих людей, каждый из этих многих людей, вообще говоря, управляет сам собой и только, то есть это не команда под управлением темлида, который рассказывает, кому что делать. Ну, или, по крайней мере, не настолько жестко. Вот. И с одной стороны. И с другой стороны, эти люди находятся в самых различных местах и в самых различных, что важнее, временных поясах. Вот. И инструментарий работы над единым кодом должен поддерживать дисциплины программирования вот такой вот разрозненной команды. ну, как разрозненной, распределенной. Вот. Это накладывает довольно много требований на рабочий процесс, это накладывает довольно много требований на технический инструментарий, который под этим процессом лежит, и об этом мы постараемся тоже поговорить в наших лекциях. Правда, думал, довольно эпизодически, потому что, как вы понимаете, это не больше третье время займа. Вот. И второе, тоже очень важное требование, вытекающее из первого, что поскольку команда сидит, как находится в различных местах и в различных временах, то есть хронотопы у участников команды различные, очень важно хорошее, четко организованное информационное пространство вокруг проекта, как документирование, так и информационное пространство по части взаимодействия. Кто что сделал, кто когда, какую действие совершил, кто что починил, кто какую новую фичу задумал, в какой момент, когда она внедрена в основной код, то есть у каждого члена команды должно быть достаточно хорошее понимание, что происходит в том месте, за которым он ответствует и за которым взял ответственность, и как это происходящее вообще говоря осуществляется. Без грамотного организации информационного пространства, взаимодействия людей, которые друг друга возможностей в глаза никогда не видели, довольно сложно организовать. Вот такие вот входящие положения в случае открытой разработки. Что касается питона, значит, ничего удивительного, что мы в результате должны поизучать немножко гид, как один из инструментов открытой разработки для, пожалуй, чуть ли не самого большого или уж как минимум самого развитого свободного продукта, именно ядра Linux. Да? Вот. Ну и не только, конечно, ядра Linux, но просто изначально был для этого. Да. Что касается питона и как обстоят дела в случае разработки питона. Значит, про сам питон у нас уже был разговор в прошлом семестре, что разработка самого питона это дело сообщества, которое по стандартным правилам, любой член сообщества по стандартным правилам может внести предложение относительно того, что он хочет от питона. Вот. это предложение оформляется как по стандартным правилам, как некоторая заявка, содержащая в себе краткое описание, что мы предлагаем, рационализацию, то есть объяснение, почему это должно быть, пример реализации, как это можно реализовать и аргументацию, почему это хорошо, а не плохо. после чего начинается общественное обсуждение этого предложения, так называемый Python Enhanced Proposal. После чего обсуждение в какой-то момент финиширует в состоянии, «О, это клево, мы это сделаем», или «Это не клево, делать не надо», или «Пока не готово, думайте дальше, обсуждайте дальше». Вот. Именно так сообщество питона управляется с очень давних пор. Стандартный этот питон был принят в 2000 году, то есть уже 20 лет как. Я тут хотел привести примеры примеры удачного, неудачного, принятых, непринятых пепов, но сейчас попробуем. Попробуем Accepted. Вот, Finished Peps. Попробуем какой-нибудь из поздних. Вот, например, Грид Стейтман. Это, правда, давно было, в 2005 году, но вот вполне, пожалуйста, некий член сообщества Гвида Ван Росу на пару с еще одним тоже неким членом сообщества ником Google внес предложение сделать специальный оператор Weave, который, мы его проходили в прошлом семестре, который позволяет обрабатывать так называемый Context Manager, вот, ну, собственно, вот такую конструкцию, заменять вот на такую конструкцию. Вот. Как видите, рационализация вполне простая. Вот. Описание, почему это нужно, в количестве, тут в примерах, вот оно, как одно вместо другого. Вот. Ну, в общем, люди посвящались и решили, что это хорошее годное предложение вас. Особой истории совещаний тут не было, видимо, видимо, Гвид обладал достаточной мощностью и убедительностью, чтобы люди приняли почти сразу. А, нет, соврал. Соврал, соврал, соврал. Обратите внимание, еще в течение года что-то такое они пожевывали. Вот. Интересно, когда они это приняли. А, понятно, там были новые пепы на этот счет. Да. Ну вот. Вот вам пример, пожалуйста, у удачного пепа. Теперь давай посмотрим пример неудачного пепа. Тут есть вполне себе большой список rejected peps, deferred, это задержанные, abandonit, вендрон, reject. Вот, пожалуйста. Ну вот. Какой-нибудь поздний пеп найдем. Относительно недавний, reject. Что человек предлагал? Чего предлагал? Он предлагал задним числом что-то менять в функции. Вот. 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 Видите, при определении функции ее как бы задним числом объявляясь как поле класса. Это, конечно, интересно, такая, плюс-плюсинная такая. Вот. А почему его зарежектили? давайте посмотрим. Не вижу, почему зарежектили. А, вот, resolution. Traction. Я не знаю этого слова. короче, никого не зацепило. Человек предложил? Ребята говорят, слушай, ну ты предложил, конечно, но никого это не зацепило вообще из сообщества. Видимо, это не очень нужно. Не надо добавлять то, что нужно только тебе. Неожиданно, но факт. Ну и, наверное, я хотел показать какой-нибудь вот такой вот пеп. Это буквально свеженький пеп. Как видите, сентябрь 2020 года его это самое проползал. Вот. Он в стадии final, то есть его уже приняли, он еще не реализован. И это пеп, знаете, на что? На оператор матч в питоне. У нас в питоне появится, в 30-м питоне появится оператор сопоставления с образцом, причем какой-то хитрый. Вот почитайте, как он устроен. То есть это не просто так, это какой-то паттерн матчинг, это какой-то вот такая вот фигня волшебная. В общем, это очень мощный пеп здоровенный, у него есть два пеп сателлита, спецификация этого паттерн матчинга и даже чутерл по нему написан в качестве пепа, пожалуйста. Вот. То есть это довольно мощное изменение языка, его довольно долго оживали и вот наконец принято. Вот. Это что касается, как устроено в питоне процесс разработки самого языка. Тут надо еще заметить, что до 18-го что ли года кажется, сверху этого всего стоял Гвида лично, как самый влиятельный член сообщества и так называемый пожизненный добровольный диктатор. Вот. Смысл пожизненного добровольного диктатора быть финальной инстанцией в случае, если все переругались и к реальному конкретному решению не пришли. То есть люди ругаются, одни за, другие против, третий опять за, четвертый, говорим, не знаю, вот. И при этом очевидно, что там, если речь идет о Пепе, что предложение интересное и многих людей зацепило, и в конце концов говорят, мы устали совещаться, Гвида, приходи, спаси нас. Гвида приходит, говорит, мне это не нравится, мы можем без этого обойтись. Все говорят, ну окей, Гвида сказал, значит сказал. Или Гвида говорит, это хорошая идея, давайте примем. Вот. И так было до 2018 года, до, собственно, Пепа, о операторе присваивания, который появился в 3.8 питоне. Оператор присваивания, он же Walrus Operator, это когда мы, значит, пишем вот так вот. Это аналог операции присваивания в Си, когда мы можем обновить пространство прямо внутри выражения. Раньше такого в питоне не было, теперь оно есть. удобные вещи, там в рационале написано, почему это хорошо, вот. И выяснилось, что вокруг этого предложения не просто ломались копии вот в течение больше, чем года, там было дикое количество различных синтаксисов. Вот. Туда подключились к этому предложению инициатор был Крис, а подключились туда два очень крупных питонных деятеля, Тим Петерса и сам Гвида, вот. И в какой-то момент Гвидд говорит, все, отличное предложение, я, как диктатор, говорю, давайте это дело арестовать. А сообщество такое, нет, ну что вы, ну присваивай, ну как, ну как вы можете, и по новой начался спор. И вот, когда таких итераций, когда приходил Гвидд, говорил, ребят, давайте, я за, давайте делать, а люди все равно продолжали спорить, у меня было несколько, после чего Гвидд сказал, все, ребят, я больше у вас тут не диктатор, вот, потому что, ну вы видите, что процесс принятия решений больше так не работает с мной в качестве главной движущей силы. Давайте так, я буду вам всем помогать, мне с вами очень хорошо, но вы как-нибудь сами решайте, как у вас будет, как у вас будет теперь происходить процесс принятия решений, потому что все диктаторство больше не работает. Прошло 18 лет или даже сколько, питом 90, не, какой 18, не прошло и 30 лет, да, и вам больше диктатор не нужен. Ну и выбрали комитет из семи, что ли, человек, один из которых, кстати, Гвида, так называемый steering committee, рулевой комитет, ну вот, значит, теперь, теперь такие решения, когда нужно, когда нету общественного консенсуса, принимаются вот этими самыми людьми, вот этот, вот этот 636, пеп, там написано, кто его принимал, или не написано, черт забыл, спонсор, вот, да, ну короче комитет, ну надо посмотреть, как это делать, теперь эти решения принимаются общественно, так, это про питом, значит, обратите внимание, я уже не говорю про то, что с вами, разработка открытая, все исходники на гитхабе, или где-то там у него, да, любая документация ссылается на исходник, вот это все, птичные исходники, питоновские исходники, все, как бы, полностью открыто и обсуждаемо. вот, разумеется, всякие бактрекеры, списки рассылки, как вы видели, основной инструмент взаимодействия, это все на лице. Что касается пакетов под питом, мы с вами знаем, что есть такой прекрасный, прекрасный сайтик, пы-пы, вот, это Python Package Index, вот, на сегодняшний день тут, как видите, 280 тысяч, 289 тысяч, 71 проект, кстати, что было вчера, 280 тысяч 767 проектов, это было вчера, это сегодня, 500 проектов, как с куста, 400, а за прошедший день, завели на пы-пы, 400 проектов, понятное дело, что из них, там, примерно, 399, в общем, наверное, какие-то студенческие поделки, вроде наших с вами, но, а вдруг нет, ну и да, релизов, было, за один день, да, на тысячу больше, ну, короче, вы меня поняли, вот, что еще сказать про пы-пи, про пы-пи, можно сказать, а, вот, обратите внимание на то, что все проекты за очень небольшим исключением, на пы-пи свободные, вот, если мы зайдем в поле лицензии, и не будем включать кнопочку AC Approved, то есть, Open Source и ниша IT Approved, то бишь, свободные лицензии, открытые, да, Open Source, вот, FreeWire, 100 проектов FreeWire, да, там, Free for Home Use, 32 проекта Free for Home Use, это вот из этих сотен, тысяч, в общем, несколько сотен проектов, там не свободны, ну, разумеется, пригодны к дальнейшему распространению, но там с какими-то ограничениями, вот, а все остальные свободны, то есть, вы можете пользоваться этим уходом, вообще, как хотите, часть из этих проектов, ГПЛ, сейчас посмотрим, сколько там капилевтных лицензий, вот, но тут, к сожалению, нету отдельной темы капилевт, ну, вот, понятно, 4000 ГПЛ, лицензий, только просто обычный ГПЛ, тут еще увидит, сколько ГПЛ. Короче говоря, часть из этих проектов капилевтные, это означает, что при изготовлении, при распространении производного продукта, вам нужно сохранять капилевт, но, во всех, это небольшая проблема, если вы пишете свободный софт. Такие дела. То есть, вот эти тысячи проектов на АПП, и это, на самом деле, реально рабочий код, который вы можете использовать, понятное дело, там, есть какое-то количество неживых проектов, но, тем не менее. Вот. Значит, понятное дело, что к тому, как пакетировать и деплоить пакет, есть здоровенный гайд, и не один, вот. Вот ссылка на этот гайд, и мы в него будем немножко потыкивать в процессе, значит, нашего, нашей работы. Вот. Понятное дело, что помимо публикации проектов, вот здесь, любой человек может опубликовать проект в ПУПЫ при соблюдении вот этого гайда. Есть еще сателлитный сайт, который называется Read the Dogs, который позволяет еще и документацию тут же публиковать, и это тоже в гайде есть. Вот. Понятное дело, что хостится ваш проект, может быть, где угодно, на гитхабе, где хотите, главное, соблюсти вот эту дисциплину публикации. В общем, такое эффективно работающая, эффективно работающая портал по агрегации всего, что происходит в питоне, если, конечно, вы хотите это агрегировать. То есть, работает по принципу ПУШ, а не по принципу ПУШ. Кто захотел, тот поместил. В прошлом семестре мы были свидетелем истории с командочкой PipSearch, которая перестала работать. Вот. Значит, причиной тому был тот факт, что она, в принципе, вот можно посмотреть на этот баг, командная строка Pip, утилита Pip, которая, которая занимается установкой и удалением и обеспечением ценности пакетов модулей, пакетов и модуль питона дополнительных, внешних, скажем, с ПП поставленных, в ней с 18-го года, какой с 18-го? Да, с 18-го года существует баг, в котором, черно-по-белому, написано, что PipSearch это обманная такая штука, которая лезет не в реальные зависимости пакетов и не в реальные ключевые слова, а в сопутствующие текстовые описания и вообще она случайно возникла, когда эта штука только тестировалась. Вот. Ну, в общем, вот. XMLRPC да, не использовалась в качестве платформы для доступа к вот этим данным, метаданным XMLRPC, что, в общем, довольно тяжелый протокол. Вот. Ну, и в какой-то момент вот так вот выглядели, вот так вот выглядел колрейт, вот. Где-то в июле 20-го года, даже в конце, в конце апреля 20-го года, видите, стабильный рост запросов по сравнению, вот, похоже, кто-то сдеплоил автоматический PipSearch в какой-нибудь из облаков, вот. А в конце октября взрывной рост этой штуки, вот это падение, это на самом деле закрытие, видимо, ограничение доступа по количеству запросов, потом еще сильнее, ну, в общем, вот в этом месте уже сайт PipSearch начал просто, вернее, XMLRPC интерфейс PipSearch начал просто сборить. какому-то волшебнику пришло в голову задеплоить автоматический PipSearch в облачную структуру, ну, и они просто задедосили. Так что это дело закрыли, закрыли в первую очередь не потому, что не выдержали дедос, а потому, что, напоминаю, PipSearch искал не там, где надо, вот, и баг, собственно, именно про это был, они очень давно хотели удалить, но просто всем пользовались. А если кому-то PipSearch не хватает, есть прекрасный модуль PipSearch, который делает примерно то же самое. Он очень свеженький, его потихонечку, потихонечку, значит, попиливают, ну, в общем, вот. Как вы могли заметить, стандартизацией и поддержкой инструментариев разработки на бетон занимается прямо отдельная подорганизация, которая называется PIPA, вот она, вот, Pagin Authority, и в ее задачи как раз входит довольно много всего, значит, документация, пэкэджинг, описание workflow, отработка этого workflow, разработка стандартов, собственно, пакетирования, как, вот, вилу, это как раз, да, его, и поддержка всяких инструментов типа Pips, TopTools, Vento, Pipenvo, и вот этого вот всего, да, инструментария разработки. И этим занимается прямо отдельная инициативная группа, вот, то есть это люди, которые сказали, нам очень нравится питон, но мы будем заниматься ровно этим, потому что питон от этого станет лучше. Вот, так что вопрос о мета-разработке, разработке-разработке, да, в случае питон-сообщества тоже решается. И, кстати, сказать, когда группа была только организована, прямо небо и земля, то есть появился венф в составе питона, появилось колесо, ну, короче, стало намного круче. Вот, теперь я отвечаю на вопрос Рушена, наконец-то. Если вы хотите присоединиться к проектной группе, вы можете это сделать запросто, все равно, значит, все равно, ну, оценка выставляется по коэффициенту участия, то есть там три участника, предположим, один левый, да, но мы все равно смотрим, сколько коммитов, кто что делал, вот, поэтому проблем кого-то приглашать в вашу группу нет, ну, мы смотрим, как идет взаимодействие, все, оценки выставляются тому, кому выставляются. Вы даже, наверное, можете договориться, если вы студент, с вашей учебной частью, чтобы вам это засчитали, но тут уже не ко мне вопрос, я только за любой движ, соответственно, если ваша учебная часть тоже за любой движ, то и хорошо, вот, а вот имеет ли смысл объединяться в проектную группу людям, которые не собираются получать оценки, я не знаю, скорее всего, тоже имеет, если вы хотите от меня, как так, в некотором роде эксперта, да, получить обратную связь, насколько качественно, вот, процесс разработки у вас был устроен, но не ждите от меня чудес, в этом смысле, я не готов слишком много в это тратить. Вот, и это что касаемо питона, и почему, с моей точки зрения, питон, это штука, которая хорошо подходит к курсу разработка приложений. так, теперь немножко, совсем чуть-чуть, буквально, азы того, как происходит разработка на питоне. Значит, в операционной системе, ну, по крайней мере, в Linux, у вас есть, грубо говоря, два места, на самом деле, не два, два места, где лежат кишочки питона и питонных модулей. Первое место это системные каталоги. Вот, это что-нибудь вот такое. Вот, вот, значит, как видите, у меня в системе установлено довольно много питоновских пакетов из пакетов прямо Linuxовых. Вот, и они проезжают вот сюда. Вот, те, кто немножко знает Linux, знают, что в это место обычному пользователю запись заказана вообще, то есть, скорее всего, это какие-то админские действия типа get install и вот туда приезжает пакетик. Вот. Кстати сказать, в питоне таких мест два. Вот это место, значит, платформа зависимая в данном случае, ну, или, по крайней мере, в Linux, таких мест два. А вот это место платформы независимая. Предполагается, что все пакеты, которые поставлены вот сюда, написаны чисто на питоне и только на нем. То есть, здесь нету кода на C, нету библиотек, ничего такого нет. Мы об этом еще будем говорить, но, чтобы было понятно, это нет. Это нет. Что, тоже нет? Интересно, почему он приехал в Linux 64. А, нет, есть, смотрите. Вот это. Вот, собственно, питон написан, в смысле, модуль написанный, скорее всего, на C. в результате которого пакет на питоне становится платформенно зависимой. Это разделяемая библиотека, которая подгружается в память бинарникам питона, из которой торчат Python, C, API, и питон им отлично пользуется. Вот. В этом и различие. В принципе, есть такой, есть такой, значит, такой поветрие, что для процесса разработки гораздо проще пользоваться модулем, который написан чисто на питоне, чем модулем, который написан еще и на C. Но, понятное дело, из соображения эффективности, из соображения взаимодействия с другими C-шими библиотеками, которые все равно есть, возможно, это не такое большое различие. Например, если вы пишете все на питоне, но используете интерфейс к, собственно, библиотеке на C. То есть, ваш код написан только на питоне, но он состоит из того, чтобы загрузить такую вот исошечку стандартную системную и ходить к ее функции. Это как? Текст на питоне или на C? Ну, скорее всего, наверное, все-таки на C, потому что содержательно-то вы ходите в библиотеке. Ну, вот. Значит, вот это два места. То есть, одно. Второе место это в случае, когда вы ведете локальную разработку на питоне и вам нужно локально куда-то поставить набор модулей, вполне возможно такой, который не очень хорошо, чтобы был виден во всей системе. Другую версию, более старую версию модуля, например, потому что у вас какая-то несовместимость или кучу каких-то модулей, которые в системе не нужны. И это еще один такой класс мест, локально установленные питоновские модули, которые, если вы просто их ставите, они складываются в Linux. Как видите, структура похожа. Ну, вот у меня, видите, некоторое количество стоит таких модулей не очень большое. а в случае реального реал-лайф процесса разработки не сюда, а куда я сейчас покажу. Вот. Это вот, значит, вот это системные модули сюда складываются, а вот сюда складываются пользовательские. Для установки модуля питоновского в окружение, скажем так, в системное окружение, в локальное окружение, в изолированное окружение, там три варианта. Вот. Используется утилит ПИП. Вот она. Это та самая, от которой все очень перестал работать. Вот. Ну, и мы можем что-нибудь такое сказать, там, ПИП install минус-минус user. Кстати, в последнее время минус-минус user писать не обязательно. ПИП научился понимать, что он запущен в серьезной операционной системе, в которой есть сильное ограничение по доступу на запись в системной каталоге. И, ну, давайте уберем минус-минус user. Ну, что мы хотим? Мы хотим установить вот этот самый пи-пи-серч. Пи-пи-серч. Он говорит, у вас пип старый. Ну, давайте обновим пип. пи-пи-пи-пи-серч. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-серч. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи Я поэтому, видите, здесь написал «наверное», потому что уж больно этот модуль выглядит сырым. Но он умеет искать. Ну хорошо, а что тебе не нравится? Табулеет тебе нужен? Хорошо. Табулеет так табулеет. Что при этом происходит, когда я говорю PIP install? PIP лезет на PIP, разбирает заголовки, ищет соответствующий модуль, скачивает его. В данном случае это колесо, про колесо тоже расскажу. И разворачивает вот, куда он обычно разворачивает, в точка local, вот сюда. Вот. Так. О! Чего-чего-чего? Сейчас. Он говорит. А, понятно. Ну вот. Это вот некоторый аналог PIP search, и теперь он выглядит вот так вот. Ну, напишем, допустим, фигли. В позапрошлом году кто-то из студентов группы СВК мне продал прекрасный, прекрасный модуль фигли, который идеально подходит для демонстрации его в качестве модуля. Значит, как видите, слово фигли встречается много раз в... И тут даже непонятно, что вот тут вот прям вот так вот. Вот так вот. Ну, теперь вы мне должны поверить на слово, что тот модуль, который я хочу, называется PUSIGLIT. Тут можно сделать небольшую паузу относительно того, по какому признаку определяются хорошие, годные или не очень хорошие, не очень годные пакеты в таком огромном складе, как PIP, да, сотни тысяч пакетов. Главный признак – это, конечно, опыт того, кто ищет. Ну, то есть, если я вижу... Если я вижу вот такую версию и вот такое описание, это плохой, негодный пакет. Или, по крайней мере, он в данный момент находится в состоянии плохого, негодного. Если я вижу вот такое описание, то похоже на то, что мне нужно. Вот здесь, например, я вижу слово PANDOCK, и это означает, что, скорее всего, вся вот эта вот машинерия подтянет с собой еще огромный инструментарий PANDOCK. PANDOCK – это, вот тут уже мне мой опыт подсказывает, это инструментарий преобразования любого текстового формата, любого гипертекстового формата в любой. Ну, или почти любого, почти в любой. Что, в общем, мне не нужно. Вот. Но, в принципе, нет. В принципе, никакого четкого алгоритма. На самом деле алгоритм очень простой. Вы заходите на PPP и читаете. Плохой, негодный. Ну, в общем, ничего так. Хотя, конечно, странно тут документация. Так, тут вот ничего нету. Давайте зайдем на хомпейдж. А тут прям смотрите. Последнее обновление три месяца назад. Релиз, правда, в 2018 году. Ну, в 2018, так в 2018. Ну, в общем, четкая документация. Мне кажется, это хороший годный пакет. И вот мы и поставим. Вот. Рази примера. Да-да-да. Пандок очень клевая штука. Я просто к тому, что он толстый. Он сразу все в себя втягивает. Я не спорю, что он клевый. Окей. Значит, ну хорошо. Поставим этот самый Pyfiglet. Pip install Pyfiglet. Ну вот. Похоже, надо вот этот модуль обновлять. Похоже, надо обновлять вот этот модуль. Ладно, обновлю. Че. Ладно. Значит, вот у нас поставился Pyfiglet. Че это такое? Обратите внимание. Этот самый Pyfiglet. Он с ним приезжает не только модуль. Вот он. Ну, давайте посмотрим в него. Вот этот модуль. Ну, какой-то год на питоне, в общем, нормальный. Но с ним приезжает еще и бинарник, который кладется в Линуксе, в случае Линукса, вот сюда. Вот он. Вот. Который представляет в собой случай Линукс и Shell Script. Python скрипт, на самом деле, как видите, очень простой, который просто дергает соответствующую функцию из модуля. Вот. В некоторых случаях этот скрипт чуть более хитрый. Он, например, дергает стандартизованный entry point. Вот. Я не помню, почему это лучше, но, может быть, мы до этого дойдем. Короче говоря, вместе с модулем могут приезжать скрипты. Причем формат колеса, вилл, устроен так, что под разные операционные системы эти скрипты могут быть разные. Ну, вот, скажем, под Линукс это Shell Script. Python скрипт такой, а под Windows это может что-то другое. Но тут я так понимаю, тут так я понимаю, это просто Python скрипт. Он примерно одинаковый, но при этом мы можем написать вот так вот же. И у нас будет работать. Смотрите, как клево. Ну, короче, вы меня поняли. Да, значит, понятное дело, что это не только утилита для выдачи таких смешных сообщений, но и полноценный модуль, которым вы можете пользоваться при, ну, если очень хотите, в своих программах и из него, значит, формировать вот такие строки. Да. Значит, это что касается пипа. Да, пип. Чем это, использование пипа прямо вот тут вот в командной строке плохо? Оно плохо тем, что у вас, вы все равно все ставите в одну кучу. То есть, вот у меня уже сейчас, уже сейчас стоят какие-то модули явно для разных вещей. Ну, вот, пикод стайл, там, автопеп, это для проверялки домашних заданий. Фиглит я поставил просто так. Какой-нибудь х, это, я, по-моему, говорил в прошлом семестре, это язык, функциональный язык программированный, похожий на лист, отчасти на схему, по-моему, на лист, на базе питона. То есть, на базе питоновского интерпретатора и питонского байт-кода. Зонж – это вообще такой шел на питоне. Я про него расскажу, когда у нас будет разговор про командную строку, потому что это очень крутая штука. Но, если кому не терпится, сходите на сайт зон, чтобы смотреть. То есть, у меня сейчас в одном и том же локальном хранилище пакетов, установленных питоновских, пакеты для разного. В какой-то момент они могут начать конфликтоваться. Поэтому нормальной практикой разработки на питоне является не использование локального репозитория, в смысле, бога, господи, локального единого хранилища, а использование так называемых виртуальных окружений. Они ни разу не виртуальны. Единственное, что отличает виртуальное окружение питона от обычной ситуации – это перепиленные пути к этим самым хранилищам. Сейчас покажу. Как создать виртуальное окружение? Очень просто. Вы говорите python-m-venv и говорите каталог, в котором будет это виртуальное окружение создано. Ну, скажем, src-test. Что при этом происходит? Давайте туда зайдем и посмотрим. Эта команда создает маленький дистрибутивчик питона, в котором есть isinstall, pip, какие-то странные файлы-активые. Сейчас мы на них посмотрим. и lib, в котором есть каталог сайт-пэккедж практически пустой, за исключением того, что там есть isinstall, pip, setup tools, ну и pkg-resource. По-моему, это тоже такой модуль. Да, и pkg-resource. То есть, минимальный набор всего необходимого для голого запуска питона. В данный момент еще ничего не произошло. Такое окружение просто сформировано. Но, если мы посмотрим вот на этот скрипт, он достаточно большой, написан на шелле, но главное в этом скрипте состоит в том, что если его вот таким вот образом запустить, происходит следующее. Ну, во-первых, она меняет подсказку, говорит, что мы сидим в каталоге венф, наше виртуальное окружение называется венф. Вот. А главное, питон, который мы запустим, будет запущен вот отсюда? Нет. И это все. Сам факт того, что мы запускаем питон вот отсюда, и pip, кстати, тоже. Да не pip, а pip. Вот. Видите, откуда запускается pip? Говорит, смотрите, у питона у меня старый pip. Только что же я его обновлял. Ну, я-то его обновлял там, а здесь у нас вообще остались только два пакета. Для сравнения. Вот так говорит pip лист вне виртуального окружения. Да что ж такое тут? Надо все-таки обновить вот эту штуку. В следующем разу обновлю. Это вообще все мои пакеты питона. Он их увидел, он их увидел системные, он увидел локальные, все их, все их перечислил. Вот, пожалуйста, это вот те самые пифиглиты, зонши и прочие автопепы, которые у меня стоят в локальном окружении. Вот. А вот здесь вот, как видите, ситуация немножко другая. Он смотрит ровно вот сюда. Да? Где тут? Вот сюда. И показывает содержимое только этого, только этого каталога. Тем самым формируется пустое окружение для того, чтобы там вести какую-то разработку, ставить туда модули. Ну, кстати, вот давайте мы ему скажем. По новей пипскачай. Чем это хорошо? Мы можем ставить сюда питомские модули определенных версий, мы можем ставить сюда питомские модули, которые никому другому не нужны, мы можем здесь производить какое-то издевательство над ними, а главное, мы можем собрать наш программный продукт в этом окружении и сказать, дорогой программный продукт, вот те пакеты, которые мы сюда поставили, тебе нужны, остальные не нужны. Ну, потому что они ему действительно не нужны. Вот. А давайте посмотрим. Я отвечаю на вопрос, используется ли в этом случае копия интерпретатора. В случае Linux, это просто тупо симлинка. Вот. Этого достаточно для того, чтобы питомцы считал, что его запустили вот отсюда. Да? То есть, питомцы будет считать, что его запустили из HomeGeorge, SRC, Venn, в питом. Вот. И этого будет достаточно, чтобы он начал искать свои каталоги, свои библиотеки и свои модули в Libby, который лежит вот здесь. Вот. Копировать при этом, ну, копировать. Никто никого не копирует. Вот. Соответственно, мы здесь можем сказать keep install чего-нибудь. Ну, не знаю, там. Сейчас. А, ну, этот самый, который мы хотели поставить, чтобы пипсёчка сделать. Только там нужно еще какой-то, что-то еще с кем-то ставить. Там еще два пакета понадобятся. requests, да. Вот люди не дописали. Как видите, вместе с request'ом приехали еще и DNA, работа с сертификатами, урлип, ну, в общем. И tabulate, да. Плохой пример, потому что обычно, как видите, вот request' хорошо написанный модуль. Он говорит, так, наружный request, а еще нужно и DNA по зависимостям, еще нужно урлипо зависимостям, еще чардет, еще и сертификат. вот видите, хорошо, пи, пи. Вот, другое дело. Кого мы ищем? Я хотел искать name-генератор. Я даже не знаю, какой, ну, может быть, вот этот. Там приехал хоть какой-нибудь? Не приехал. Хорошо, а может тогда вот этот? он вообще для второго питона. что ты будешь делать? О! Типа персидское имя. Вот. Обращаю ваше внимание, что все это безобразие творится вот в этом каталоге, ставится вот в этот каталог, вот, и никак не влияет на остальную систему. Вот. Хотя обратите внимание, сколько сюда уже наехало зависимостей, довольно много. вот так устроена разработка, нормальная разработка в питоне, у вас создается виртуальное окружение, есть еще модуль virtualenv, который занимается тем же самым, вот, внешний, венв, это встроенный в питон, он с питоном приезжает, виртуаленв внешний, и есть такая штука, которая называется pipenv, которая все сразу. Значит, pipenv pipenv пользоваться рекомендуется, но с осторожностью, потому что у него вся вот эта вот машинерия, создание каталогов, создание библиотек и все остальное убрано под капот. Вот. И вы так можете его запустить и совершенно прозрачно пользоваться этим самым веновым, не зная, что вы им пользуетесь. Вот. С другой стороны, люди его хвалят, говорят, что он удобный, что минимум действий нужно производить с его помощью, но в общем, посмотрите, посмотрите. он рекомендованный, им занимается PIPA, то есть это как бы один из проектов, который курирует PIPA, так что возможно, возможно, это тоже хорошее решение. Я им не пользовался. Так. У нас осталось 15 минут, и по всей видимости я поступлю следующим образом. Я расскажу теорию, ну то есть теорию, историю про инструмент совместной разработки, а вот практику рассказывать не буду. нет, нет, Рушан, смотрите, венф это штук, встроенный в питон, ща. Ой-ой-ой. А, это я 3.9 питон собирал. Ща. Что-то я не понял, это я это я Сорство понятен, непонятен, где путь у него. А, вот он, вот он, значит, и эта часть дистрибутива Python, вот, она приезжает вместе с Python. А вот virtualenv, его даже нету, можно поставить, например, как-то, ну, из этого самого, из, значит, Глеб, он не нуарч, поскольку он встроен в Python, венв, он не нуарч, он вместе с Python. Нет, Рушан, virtualenv не встроен в Python, и он просто отсутствует. Его можно поставить. Это отдельный пакет, давайте мы на него посмотрим. Чем он отличается от венвы, на сегодняшний день я даже не скажу вас. вот он. Ну, видимо, видимо, он отличается тем, что он, как это, вот, смотрите, давайте прям почитаем. видимо, он отличается тем, что у него долгая очень вот вранье. Ну, короче говоря, это более древний проект, который активно развивается, что-то умеет, но фишка у них, как я говорю, свойства у них примерно одинаковые, поэтому нет. Так что нет, не встроен в Python. Относительно инструментов разработки, да, раз уж мы говорим про разработку. Ватт. Вы будете, скорее всего, наблюдать, как я программирую на Python в виме ватт. В виме, потому что вим – это, как бы, мой основной инструмент, он у меня, как бы, на пальцах, я не задумываясь делаю все в нем, и вот. Значит, есть, помимо, ну, конкретно, там, ваших любимых простых текстовых редакторов, из которых, кстати, сказать, вим не единственный, да, текстовых редакторов на свете много, и мы с вами, кстати, ими пользовались в курсе по разработке под Linux, потому что там вот те из вас, кто ходил на сервер, да, там приходилось пользоваться чем-то, каким-то текстовым редактором. Вот. А помимо этого существует какое-то количество интегрированных средств разработки для Python, да, которые позволяют делать все то же самое, что с вами мы будем делать в том числе с Git-ом, но нажатием на кнопочки. Самый главный из этих инструментов – это PyCharm, вот, давайте мы прямо на него покажу, да, PyCharm. Это очень мощный инструмент для профессиональных разработчиков на Python, в нем встроено большое количество всяких штук типа рефакторинга, каких-то не точно, как это, оценка качества кода и многое-многое другое. Вот. Категорически не рекомендую использовать его для данного курса. По крайней мере для освоения тех азов, про которых мы будем говорить. Почему? В PyCharm большинство из тех процессов, о которых мы будем говорить в этом семестре, уже встроены под капот и преднастроены. И я несколько раз видел людей, которые мне пытались сдавать тот же семестровый проект, и у них под PyCharm он работает, а больше нигде. И они не знают почему, потому что за них уже все задачки решили, все, что нужно, проделали, и, как бы, все работает. Это действительно штука, которая очень сильно повышает, ну, как любой, как любой IDE, повышает производительность профессионала. Вот. Но наша задача не написать как можно больше кода, а изучить, как это работает. Вот. Поэтому я не рекомендую PyCharm. Сейчас еще будет список того, чего я не рекомендую. Вот. Еще я не рекомендую штуку, которая называется Vingode. Vingode. Как видите, рекомендовать я не рекомендую, но по ссылке я ходил. Это очень остроумный и изящно написанный несвободный программный продукт. Вот. Как ни странно, при этом написанный на Python. Значит, если вам хочется, вот, ну, он правда реально такой, что ли, more Python, чем все остальные. Вот. В нем есть много всяких остроумных штук, связанных с программированием на Python. Развеситый дебаггер. Нам вполне зайдет, если вам вполне зайдет версия не Pro, а та, которая средняя. Их там три. Есть 101, это самая простая. Есть Home, кажется. Есть Pro. Вот Home вам вполне зайдет. Вот. Но, опять-таки, не советую пользоваться большими толстыми средами, если вы хотите разобраться в том, как это на самом деле работает. Да. То есть, этим можно пользоваться и PyCharm, и Vingode, и чем-то еще. Только для того, чтобы вам красивее было редактировать. Да. Вот. Есть еще всякие штуки, типа... Сейчас попробую найти Spider. Он вообще живой. Да, вполне себе живой. Вот этот проект вообще совершенно свободный. У него есть всякие фишки. Например, встроенная панелька с визуализацией. Если вы используете MatplotLip или что-нибудь такое, он позиционируется как Scientific Development Editor. И, возможно, это хороший выбор. Опять-таки, для разработки, но не для изучения того же гитара. Хотя, может быть, здесь он вам и не помешает. Вот. У него есть там... Да. Вот. Чем мы точно не будем пользоваться, потому что я не умею и не знаю, зачем это нужно, это Юпитером и его инфраструктурой. Я очень хочу, чтобы кто-то мне рассказал, зачем нужен Юпитер. Вот. И для чего нужны его ноутбуки. Пока я не врубился в осмысленности. Мне кажется, что это просто такой инструмент для презентации на питоне. Ну, в общем, поправьте меня, если ошибаюсь. Вот. Значит, это из таких больших средств. Соответственно, никто вам не мешает пользоваться простейшими редакторами. Ну, простейшими IDE-шками, несложными, типа того же... Типа того же Genie. У вас. Это C++. Нет, это Java. Бога ради. Только тут Python 3 напишите. Вот. Если вас подгорает от всяких текстовых редакторов, вроде VIM, или даже MC, и вы, тем не менее, хотите последовать моему совету и не использовать толстые DE, в которых все заранее решено, попробуйте использовать этот самый Genie, потому что он не толстый, и в нем ничего заранее не решено, вам все равно все придется делать с нормой. Вот. Но, в принципе, подходит совершенно любой редактор. Тут, как бы, вариантов, в общем, довольно много. Кстати сказать, какой-нибудь толстый текстовый редактор от среды KDE, как он называется-то, господи... Нет, NickWrite, какой-то более хитрый. Не помню. Ну, короче говоря, в KDE есть встроенный программистский редактор, и он достаточно развесит, и в нем, в общем, неплохо писать. Такие дела. В общем, это был пассаж относительно того, что бывает, какие бывают среды разработки для Python, и почему их не надо пользоваться, почему ими пока что не рекомендуется пользоваться в этом курсе. Вот. Тем самым я свои 10 минут выжрал. Значит, вот вся часть, связанная с VCS, у нас переезжает... Не сам KDE, Кейт, да, Кейт, спасибо, Андрей. Вот. Ну, кстати, можно даже попробовать его запустить, раз у нас есть еще минутка. Вот. Мне кажется, что тут шрифт непропорциональный. Ааа, стой. Ааа, стой. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот другое дело. Вот. Обратите внимание, что там и с расцветкой все в порядке, и панинг интересный у него есть, и всякие, всякие, всякие штуки. Ну, в общем... А, это русский. В общем, Кейт вполне тоже годится. То есть, нам интересен редактор, который только редактор. Да. Все остальное мы будем делать руками именно в силу того, чтобы освоить все предсказанные технологии. Ну, собственно, вот. Значит, в следующий раз у нас уже содержательная лекция. Сегодняшняя была как бы вводная. Ну, за исключением вот этой части. Вот. В следующий раз у нас уже содержательная лекция. Мы поговорим про работу... Мы поговорим немножко про систему контроля версий. Поговорим про простой цикл работы в ГИТе. Да. И уже начнем разбирать какой-нибудь инструментарий программирования в Python. Я пока еще не знаю какой. Вот. Если есть какие-то вопросы, задавайте. А так, в общем, я, кажется, сказал все, что хотел. Тут спрашивают... Не тут, в другом месте. Спрашивают, будет ли у нас какая-то Linux-активность в этом семестре. На факультете, видимо, не планируется. То есть, мы обговорили, что можно сделать, и решили, что просто ресурсов не хватит. Вот. Но планы замутить какой-нибудь вендорский курс от, собственно, компании Bazalte SPO... О, да, есть еще VS Code. Спасибо, Рушен. Та же фигня. Использовать VS Code как редактор можно. Вполне. Вас. Андрей, давайте в следующий раз. Мы уже будем говорить более подробно про систему контрольной версии. И вы... Там... Этот вопрос будет более уместен. Вот. Так вот, Linux-активность не планируется. Но, возможно... 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 Что-нибудь будет. Какая-то активность со стороны Bazalte SPO. Я обязательно об этом сообщу в чатике. Все приходите в наш чатик. У нас там, в общем, вполне порядочный. Значит... Да, он вполне нормальный. Я ничего против... Вижу, студию не имею. В смысле VS Code. Вот. Я единственное, о чем хочу вас предупредить, что если вы вместо, значит, непосредственно командной строки будете пользоваться какими-то кнопочками того IDE, который вы выбрали, то у вас может получиться такая фигня, что вы, в общем, нажимаете на кнопочки и не до конца понимаете, что происходит. В кнопочках... В кнопочке вообще такая штука. Ну, вообще любой IDE, да, любой инструмент быстрой разработки, он нужен как раз после того, как вы, собственно, научились разрабатывать, а не до того. Вот. А в остальном VS Code отличная вещь. Вот. У нее есть одна специфика. Он не свободный. А тот, который свободный, он плохо собирается. Ну, типа, большинство людей VS Code просто скачивают с сайта Microsoft. Ну, ок. Что там внутри, никто не знает. Ладно. Значит, видимо, тогда все. Что будет в следующий раз, я сказал. Всем спасибо и до новых встреч.